Настя, на самом деле мы тебя поздравляем с днём рождения. Спасибо огромное. Сегодня на сайт Первого канала пришло безумное количество поздравлений в твой адрес. Мои самые любимые цветы и тюльпаны, да? Настя, сегодня твой день рождения, но ты сегодня вся в работе. Скажи, как сегодня твой день будет проходить? Всё равно будешь ли ты отмечать свой день рождения? Ну, естественно, потому что день рождения это самое главное мероприятие, потому что ты родился, ты... Вы подарили мир у меня. Вот, как это... Я обязательно его отмечу. Правда, жалко, что не с мамой, не с бабушкой, не с семьёй, вот, но с семьёй как бы, друзьями, вот. И просто поедем, наверное, я просто покушаю и поеду сразу отдыхать, потому что я устаю и сейчас хочу полностью все силы, вот, на работу. А ты помнишь свой самый запомнившийся день рождения? Вы знаете, не настолько все у меня яркие, что я не могу сейчас так сразу вспомнить. У меня каждый день рождения, он отличается от другого, всегда обязательно что-то новое. Я помню, вот, в прошлом году я отмечала его в Балашихе, у меня был концерт. А в этом году вот я здесь сейчас, в работе тоже. Поэтому оно всё так постоянно, оно спонтанно, всё меняется, ничего не знаешь. Но когда я была в Киеве, я строила планы, как бы, чтобы отметить день рождения, ну, а никогда не знаешь, где окажешься, поэтому, ну, как получилось, значит, так надо. Сегодня мы также общались с Александром Рыбаком, представителем Нормении и на Евровидении. Он очень хотел поздравить тебя с днём рождения. Дорогая Настя Приходько, я тебя очень поздравляю с твоим днём рождения. Больше всего мне нравятся Франция и Россия, потому что у них очень много эмоций, и мне очень нравятся такие песни. Скажи, а твои фавориты, они кто? Это просто Александр Рыбак, потому что действительно человек, который обладает, ну, просто великолепными качествами, всеми нужными качествами, и это его улыбка, харизма, ну, замечательный просто человек. Вот. Я много кого слушала, и вот не слышала песню «Патрисия Касс». Хочу тоже очень послушать. Действительно, в этом году состав очень сильный. И я честно, искренне, я всем желаю удачи. Это всего-навсё. Это конкурс, главное, я считаю, это участие, главное попасть, потому что это очень сложно. Вот. И то, что я уже участвую в этом конкурсе, для меня это просто самое лучшее, что могло произойти в жизни. Также сегодня, видимо, всё-таки это подарок на день рождения, премьера твоего клипа на песню «Мама». Скажи, а что запомнилось больше всего, что было самое трудное? Ну, всё-таки, Алан Бадоев, ты не первый раз с ним работала. Но, тем не менее, что запомнилось? Или что, наоборот, вспоминаешь, что вышла? Нет, Алан нам очень хорошо работает, мне её безумно нравится. Он настолько простой человек, всё показывает, без каких-то лишних движений. А сразу, что надо конкретно работу сделать. Мамо, а ты ж мені казала, як не жадай, мамо, а я... Ну, самый мой любимый момент, это там есть эпизод зимы, там, где в белом платье, там, невеста. Вот самое, что меня вот поразило на съёмках, это когда одели фату, платье. Я просто себе так представила, как я буду говорить там, да, я согласна. Честно, мне стало страшно, я ещё поняла, что свои юные 22 ещё не готовы ходить замуж, я ещё хочу погулять, хочу насладиться жизнью холостяцкой, как говорится. Ты сказала, что ты сейчас готовишься, как спортсмен к Олимпиаде. У тебя буквально день расписан вот с утра до самого вечера эта работа. В чём она заключается? Вот расскажи среднестатический день Насти Приходько перед Евровидением 2009. Я сейчас хожу и в спортзал, я сейчас дома по 4 раза, по 20 качаю пресс. Вот, я хочу полностью себя, ну и по секрету, и к лету всё-таки надо. Вот, по секрету к лету. И, ну, просто я сейчас стараюсь вести правильный, нормальный образ жизни. Это сон, это правильное питание, это полностью контролировать себя. Я хочу просто поменяться, поскольку, да, Бог мне такой шанс попасть на Евровидение. Думаю, в связи с Евровидением надо что-то в себе поменять, и как-то может начать всё сначала, может что-то было не так. Поэтому сейчас полностью как бы готовлюсь к этому. Ну, вот, 16 мая посмотрим последние уже эти 3,5 недели, которые остались. Я стараюсь сейчас, ну, всё больше и больше приводить себя в порядок. И, естественно, не волноваться, не нервничать. Воспринимайте это как праздник и дар Божий, как, я думаю, с моей стороны. Очень многие волновались, что Настя Приходько превратится в гламурную барышню, на шпильках, в вечернем платье, в пол. И вот тебя такой вот, не знаю, по-хорошему агрессивной не увидят. Да, успокой, пожалуйста, людей. Гламур – это такое интересное слово. Я думаю, вряд ли, даже если меня одеть гламурно, я не буду похожа на гламурного человека. Я не знаю, почему такой вопрос мне, кстати, задали, потому что меня много раз видели и на каблуках, и в платье, и всё. Но я не превращаюсь в гламурного человека. Я могу всех убедить в том, что она себе приходько, как была, такое осталось, и она всегда есть такой, какая она есть. И самый последний вопрос – закончится Евровидение. Какое бы место ты не заняла, что потом? Что потом? Думаешь ли ты о том, что будет после Евровидения? Или сейчас все твои мысли, усилия, вся работа брошена? Нет, всё время думаю. Я строю всё время планы себе на дальнейшее. Честно, я знаю, что вот закончится Евровидение, и, наверное, будет у меня там каких-то, наверное, 2-3 дня выходных. Я не знаю, но мне бы хотелось, я бы сразу поехала в Киев и просто поздней-поздней ночью пройтись по набережной. Вот я давно об этом думала. Вот так просто, чтобы оставить всё в Москве, приехать в Киев, посмотреть, тишину успокоить. Просто я понимаю, что это какой-то ажиотаж берёт человека, каждого участника, я думаю. И не хочу как бы результатов своей стороны потом плохих. Мне надо просто успокоиться, побыть один на один, хотя бы 2 дня, чтобы всё правильно в голове расформировать по полкам, что произошло, а не сразу там кидаться во всё. Поэтому так. Спасибо тебе огромное. Ещё раз тебя с днём рождения. Надеюсь, что с ней вечер. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok